Кубань всегда была и остается в настоящее время житницей России. Она играет важную роль в сельхозпроизводстве нашей страны не только благодаря своей плодородной земле и теплому климату, но и потому, что в этой сфере работают отличные специалисты, а взращиваются будущие аграрии уже со школьной скамьи. Мы убедились в том, что путь в сельское хозяйство нередко начинается с детства, побывав на замечательном мероприятии, торжественном закрытии смотра конкурса «Агрофестиваль. Будущее своими руками» в Славянском районе. Во дворе первого лицея собрались увлеченные и знающие ребята из городских и сельских школ муниципалитета. Они не понаслышке знакомы с трудом на земле. В детском саду приучают, потом в школе учебно-опытные участки, потому что мы должны любить свою родину. А Кубань, она у нас житница России. И вот ребята именно сегодня показали в выступлениях агиб-бригад, как они любят свою родину, гордятся своей родиной, что они патриоты своей страны, своей Кубани, нашего Краснодарского края. А агрофестиваль, вот именно выставки, они узнали здесь. Когда они выращивают на своем учебно-опытном участке, они узнают, а как это растение растет, а вообще для чего оно, какие у него полезные свойства. В номинации «Лучшее оформление экспозиции» представители образовательных организаций демонстрировали свои композиции, где были цветы, фрукты и овощи, выращенные собственными руками, блюда кубанской кухни. Благодаря красочному оформлению все это смотрелось эффектно. У нас компоты, варенье, пироги. Пироги сделаны с начинкой из разных ягод, фруктов, много овощей, тоже выращенные в нашем школьном огороде. Мы постарались оформить все очень красиво, чтобы плоды нашего труда были наглядно видны. Учащиеся из шестой школы поселка Совхозного хорошо знакомы с сельским хозяйством и стараются научиться в нем работать. В этом им, конечно же, помогают педагоги. Мероприятие действительно замечательное, масштабное, очень красочное. Ну, во-первых, конечно, воспитывает у детей любовь к труду, что сейчас немаловажно. В нашей школе действительно уже очень много лет существует учебно-опытный участок, на котором мы выращиваем большое количество продукции сельского хозяйства. Естественно, ребята на нем работают, ухаживают и поливают, и пропалывают траву, и собирают, конечно же, урожай. Мы очень любим заниматься садоводством, овощеводством. Мы живем в сад-гиганте, у нас у каждого дома почти есть сад, и поэтому мы представляем на нашем столе яблоки, которые мы вырастили сами у себя дома. Также у нас есть цветник в школе, и там мы также выращиваем цветы, и поэтому мы представляем на нашей ярмарке цветы. А также мы любим выращивать виноград, тыкву, кабачки, и все это растет на нашем школьном огороде. В номинации «Лучшее выступление агитбригады» наиболее четко и выигрышно смотрелась команда первого лицея. Его учащиеся понимают, что в аграрном крае всем нужно быть поближе к саду и огороду. Мы все живем в Краснодарском крае, а Краснодарский край является лидером земледелия и возделывания культурных растений. Поэтому каждый кубанец должен вкладывать свой труд во благо развития всего этого. То есть мы должны помогать сельхозработникам, сами возделывать какие-то растения и культуры. Образцовый художественный коллектив студия вокала «Звонкие голоса» принял активное участие в мероприятии и стал его своеобразным украшением. «За Кубани мы живем, на родной Кубани!» «Звонкие бои, славимся делами, не найти в России милай!» После подведения итогов были отмечены лучшие. Среди агитбригад победили учащиеся первого лицея. В оформлении экспозиции первое место разделили команды из 18 и 6 школ. В заключение хотелось бы пожелать одаренным ребятам и дальше совершенствоваться, и развиваться в этом направлении очень перспективным, современным и нужным всем людям. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует...